МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Учение или мучение? Родители первоклассников жалуются на тяжелую школьную программу. Каким видят обучение родители и чем недовольны мажоресмены? Не надо допускать ошибок. Очень много в учебниках ошибок. Во всех учебниках. Когда Октябрьский район Караганды переименуют в честь Алихана Букиханова? На этот и другие вопросы ответили в городском управлении культуры. Школа-долгострой для детей с нарушениями зрения может быть недостроена и в этом году. Компания-подрядчик заявила о прессинге со стороны силовых органов. Родители первоклассников недовольны обновленной школьной программой. По словам взрослых, в новых учебниках много ошибок и лишних задач. Особенно затрудняет обучение отсутствие букварей. Вместо них первоклассники изучают предмет обучения грамоте. А домашние задания, между тем, приходится выполнять по три часа. Не говоря уже о тяжести школьных рюкзаков. К слову, эта тема уже не раз поднималась на правительственном уровне. В этот раз тревогу забили депутаты Мажелиса. Первоклассника Ануара Жакупекова в школу приводит мама. Она ежедневно носит его тяжелый рюкзак сама, ведь иначе у сына может образоваться сколиоз. Родительница показывает учебники сына и признает, заниматься вечерами приходится долго. Самостоятельно ребенок не справляется. У меня времени не хватает еще. Мне сложно. Приходится долго сидеть? Да. Внуки пенсионерок Аллы Дергуновой, Людмилы Патрашко и Кульзагиры Умарбековой учатся в одной школе. Бабушки первоклассника взяли на себя ответственность за малышей, пока их родители заняты зарабатыванием денег. Умудренные с житейским опытом женщины называют новую учебную программу сырой и неоправданной. Вот это эксперимент получается, издевательство. Неправильно. Нужно детям первым научить их сначала читать, писать, а потом уже дисциплины какие-то, вот им это, даже в языках. Я вообще хочу к нашему министерству. Ведь они сами учились при советской многовласти. Какая была хорошая программа. Ну зачем вот это вот? Надо подкорректировать, а потом и все. Вводить вот это, когда у нас было свое. И дети умные были, и знания были хорошие. Однако очень много ошибок в учебниках. Вот этих ученых надо призвать в дисциплине. Хотя это же стыдно. Ученик второго класса иногда исправляет ошибки. Это академик или учебный профессор, кто там учебники составляет. Проблему ошибок в учебниках, загруженности школьников и учителей недавно обсудили и в Астане. Депутаты Мажелиса обратились к министру образования и науки Ирлану Сагадиеву. Уважаемый Ирлан Кенжигалиевич, мы в последнее время очень просим обратить ваше внимание и часто говорим об этом, сейчас всем депутатским корпусом говорим, о неимоверной загруженности учителей. Всеми свойственными, несвойственными функциями. Всякого рода отчетностями, документациями, всеобучами, таблицами, письменными, фотоотчетами, всем чем угодно депутатский запрос у вас находится. Слова Бижановой поддержали и другие народные избранники. Бекбулат Леуханов поднял вопрос об изучении английского языка в младших классах. С его слов, обучение иностранному языку нельзя начинать с детками, которые еще не освоили должным образом свой родной язык. А мажелисмен Нурлан Дулакбеков предложил вернуть первоклассникам букварей, польза которых доказана временем. Примут ли во внимание все эти доводы в Министерстве образования, покажет время. А я мамрина Жахслак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Шесть месяцев прошло с момента, когда глава региона Нурмухамбет Абдебеков объявил о переименовании Октябрьского района Караганды в район имени Алихана Букиханова. Осенью шла речь о том, что переименование произойдет до конца прошлого года. О причинах затягивания процесса в нашем следующем материале. О переименовании Октябрьского района Караганды в честь Алихана Букиханова Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков заявил в сентябре на торжестве по случаю 150-летия выдающегося общественного и политического деятеля. Тогда прозвучало, что переименование произойдет до конца 2016 года. Однако уже февраль подходит к концу, а район по-прежнему именуется Октябрьским. Как выяснилось, власти ни в коем случае не отказываются от переименования. Все дело в юридических формальностях. На сегодняшний день район очень большой, занимает 26 660 гектаров площадей. Если у нас в городе проживает 475 тысячи жителей, из них 255 это проживает только в Октябрьском районе. Там имеется более 100 учреждений социальной сферы. Полторы тысячи юридических организаций. Это имеется в виду средний, малый бизнес. Поэтому на сегодняшний день необходимо это все привести в соответствии, провести анализ статистических данных, привести данные работы по этому вопросу проводятся. Жители Октябрьского района не раз высказывали свое мнение по поводу переименования. Одни приветствовали новшества, другие просили оставить все как есть. Высказывались даже мнения о том, что жителям придется раскошелиться на переделку документов. Власти ответственно заявили, что рядовые жители района не заплатят ни одного теньги. Также хотелось довести до сведений о населении, что очень много идет вопросов о том, что при переименовании население понесут какие-то финансовые затраты. Хотелось отметить, что жители, простые жители города, района никаких финансовых затрат не понесут. За исключением некоторых юридических лиц, которые будут меняться юридический адрес. В связи с недавними буранами жителям отдаленных районов области приходится своими силами разгребать снежные завалы. Вооружившись подручными средствами ежедневно, люди разгребают горы снега для того, чтобы элементарно выйти в магазин за продуктами. Так и жители поселка Тохтар-Куктас на протяжении нескольких дней борются с завалами. Этот случай, конечно же, не единичный. Местные жители с опасением ждут весну. Весь снег превратится в бурлящий поток воды. График сдачи строительства школы-интерната для детей с нарушениями зрения может сорваться и в этом году. Объект, называемый в народе «долгостроем», рискует снова оказаться незаконченным. Строительство здания началось еще в 2007 году. Однако в 2009 году было приостановлено. Возобновились работы в 2016 году. Тендер на их проведение выиграла фирма «Астана Шанграх-2030». Сегодня владелец компании пожаловался журналистам на прессинг со стороны правоохранительных органов. Директор строительной компании Сергей Абдулаев рассказал журналистам, что ему умышленно мешают сдать объект в положенный срок. Со слов бизнесмена, уголовное дело, начатое по инициативе Генеральной прокуратуры, всячески препятствует стабильной работе его фирмы. Следственные органы уже приостанавливали введение финансовых расчетов компании в ноябре. В настоящий момент мы обращаемся к вам и просим принять меры по прекращению необоснованных проверок и оказанию давления на бизнес. Причиной постоянных проверок со стороны надзорного органа Абдулаев называет происки конкурентов. Со слов бизнесмена, один из девяти потенциальных поставщиков, не выигравший тендер, неоднократно жаловался на Абдулаева с судебной инстанции. В ноябре в отношении него было заведено уголовное дело. Затем в связи с отсутствием состава преступления было прекращено. Однако после проведения выездной коллегии сотрудниками Генеральной прокуратуры дело было возобновлено. В настоящий момент проводится необоснованная проверка Департамента управления строительством. И данная проверка проводится 10-м департаментом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Разговорит проверку Ералиев ЕЖ. Проводится проверка, проводятся опросы. Сейчас в школе-интернате объем работ выполнен больше, чем наполовину. Остались внутренние и наружные работы, фасад, благоустройство территории, оснащение оборудованием. Объект планировалось сдать до конца июня. Однако бизнесмен уверяет, что если его преследования не прекратят, сроки могут быть сорваны. Для объективности картины мы направили официальный запрос в Генеральную прокуратуру. В соответствии с законом ответ обещают дать не раньше, чем через три дня. Мы будем следить за ходом развития событий. Айом Амри Нажакслак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. Во время Экспо-2017 район Улутау будет принимать заграничных гостей. Такое заявление сделал Аким Улутауского района на брифинге, который состоялся в региональном центре коммуникации. Помимо этого Хамит Умаров рассказал о достижениях и экономическом развитии Улутау. На брифинге журналистам рассказали об экономическом развитии Улутау и о достижениях за прошлый год. Как стало известно, за 12 месяцев 2016 года в основной капитал было вложено около 8 миллиардов тенге инвестиций. Кроме того, объем произведенной продукции в сфере малого предпринимательства составил более 4,5 миллиардов тенге. Сегодня мы стараемся действовать в соответствии со стратегией Казахстан-2050. Для этого было сделано многое, но предстоит еще немало работы. Кроме экономики мы добились успехов и в сельском хозяйстве. Объем произведенной продукции составил более 13 миллиардов тенге. Это значительно выше по сравнению с 2015 годом. Также наблюдается рост активных предприятий малого бизнеса. В 2016 году благодаря сфере предпринимательства около 4 тысяч человек были обеспечены работой. Говоря о достижениях, стоит отметить строительство новой железнодорожной ветки Жасказган-Бейнеу, который проходит через Улутау. В настоящее время ветка успешно эксплуатируется, обеспечивая работой многих жителей района. Активно развивается сельское хозяйство. Около 12 миллионов гектар предназначено для выращивания культур и животноводства. На сегодняшний день Улутау – единственный район, который доставляет хлебные изделия и муку в города Жасказган, Садпаев и Корсакбай. Асель Сазамбаева, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Улучшить качество человеческого капитала – один из основных приоритетов страны. Решение насущных проблем страны и задачи отечественного здравоохранения обсудили работники Третьей поликлиники Караганды. Главной темой обсуждения послания президента стало улучшение качества человеческого капитала, как один из основных приоритетов. В послании президент отмечает, что с 1 июля начнется внедряться система обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Эффективность этой системы доказана мировой практикой. Кроме того, особое внимание уделено обучению и трудоустройству молодых специалистов. Наша поликлиника является привлекательной для молодых специалистов, так как является одной из самых ведущих поликлиник нашей страны. За последние три года были приняты более 30 врачей и более 40 медсестер. В нашей поликлинике предоставлены максимально благоприятные условия для молодых специалистов. Обучение нашей поликлиники в городе, в стране и для самых лучших специалистов обучение за границей. Также обеспечивается карьерный рост и общежитиями обеспечивается также оплата арендного жилья тем, кто арендует квартиры. Также в нашей поликлинике существует наставничество, функция которых заключается в помощи и адаптации молодых специалистов. Карагандинские медики также высказали поддержку конституционным реформам, инициированным президентом страны. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Казахстане презентовали новое мобильное приложение «Казахстан. Страна Великой Степи». Приложение является настоящей цифровой энциклопедией о нашей стране и охватывает широкий набор тем от географии, истории и культуры до экономики, туризма и международных отношений. Приложение разработано для того, чтобы ярко и доступно представить информацию о нашей стране в современном и интерактивном формате. Это один из первых продуктов в области цифровых технологий, который содержит собранную в едином месте уникальную информацию о Казахстане. При этом многие фотографии и видеоматериалы являются эксклюзивными и ранее нигде не публиковались. В приложении можно найти сотни уникальных фотографий, а также видеоролики, 3D-объекты, панорамные туры, инфографики и интерактивные карты на казахском, русском и английском языках. Скачать и установить приложение можно в App Store и Play Market. Для использования на персональных компьютерах можно скачать Windows-версию приложения на официальном веб-сайте Министерства иностранных дел, либо воспользоваться режимом онлайн-просмотра. Асель Сазамбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде полицейские провели турнир по баскетболу. В соревнованиях приняли участие сотрудники полка дорожно-патрульной службы. Турнир прошел в спортзале спортивного общества «Динамо». Среди участников турнира полицейский полка ДПС младший сержант Асхат Акшулаков. Он признается, что с удовольствием принимает участие во всех спортивных состязаниях. По его мнению, такие мероприятия способствуют укреплению командного духа. Чтобы мы как один кулачок были друг за друга, не только на работе, но и в спортивных видах спорта. Представители десяти рот и командование полка боролись за звание самой спортивной и лучшей в баскетболе. Всего 11 команд. Организаторы отмечают, что в физической подготовке сотрудников уделяется особое внимание. Периодически проводятся различные спортивные мероприятия. Состязания по рукопашному бою и самбо укрепляют способности полицейских противостоять уличной преступности. А командные виды спорта укрепляют дух коллективизма. Данное мероприятие мы проводим для того, чтобы среди команд, среди рот, имеется в виду, боевой дух поднять, спортивный дух поднять. Чтобы они, командный дух, самое главное, это поднять командный дух среди сотрудников каждой роты. Для того, чтобы они могли друг на друга опираться, друг друга доверять, друг другу. Потому что это принесение службы, командный дух – это самое главное, которое необходимо сотруднику органов внутренних дел. Чтобы он умел доверять напарнику. Ну и, естественно, своей команде. Соревнования прошли в течение одного дня. По итогам турнира победители и призеры награждены медалями, грамотами и памятными подарками. Андрей Тенжасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Национальную борьбу Казахша-Курес могут включить в Олимпийскую программу. Об этом заявил президент вновь созданной Международной Федерации Казахша-Курес Канат Бузумбаев. В Астане прошел учредительный конгресс Международной Федерации, в котором приняли участие делегации из 36 стран. Если в 2010 году количество занимающихся национальной борьбой Казахша-Курес достигло порядка 30 тысяч человек, то в 2016-м уже более 100 тысяч. Об этом было заявлено в Астане на учредительном конгрессе Международной Федерации борьбы Казахша-Курес. Президентом новой федерации избран Канат Бузумбаев. Необходимо отметить, что Карагандинская область славится своими чемпионами в этом виде спорта, а потому карагандинские борцы с воодушевлением восприняли новость о создании Международной Федерации. Чтобы войти в список видов спорта, представленных на Олимпийских играх, необходимо много работать. Но самое главное, надо открыть национальную школу по Казахша-Курес во многих городах и районах по всей стране. Только тогда наш национальный вид спорта будет развиваться. Кроме того, чтобы Казахша-Курес включили в Олимпийскую программу, нужно создавать национальные команды в других странах мира. Совсем скоро секции национальной борьбы казахского народа впервые откроются в 36 странах мира, таких как США, Новая Зеландия, Гана, Камерун, Уругвай и многих других. Венцом признания этого вида спорта станет включение в состав Олимпийских игр. Президент Международной Федерации Канат Бузумбаев признался, что пока это труднодостижимо, но первый шаг в этом направлении уже сделан. Сегодня работа Федерации направлена на то, чтобы показать, что Казахша-Курес – красивый, эффективный, зрелищный и интересный вид спорта, который по достоинству может соперничать с другими видами спорта на мировой арене. Андрей Тенжек, Слук-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Прокуратура совместно с Палатой предпринимателей Карагандинской области проводит анализ целезобразности контрольных и надзорных функций государственных органов в сфере предпринимательства. Если у вас имеются проблемные вопросы, а также предложения по оптимизации и исключению данных функций, направляйте сообщение на адреса электронной почты, либо обращайтесь по телефонам горячей линии в Караганде. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Волмстер. Субтитры создавал DimaTorzok